Я с удовольствием приветствую многомиллионную аудиторию КПТВ. Это высокооктановая Армагеддонс Попс Ревью Ататара Шаоевича Кушинашвили. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Это очень важный документ, как бы вы иронично к нему не относились. В этом документе все основные пункты по поводу того, как мы будем жить. Вас же интересует, как мы будем жить? Вас занимает вопрос, будем ли мы жить чуть лучше, чем в экваториальной Гвинеи живут грузинские мигранты. Или даже будем хуже жить, чем выпускники Харьковского медвуза. Я знаком с двумя из них, они бомжи. Очень хочется хорошо жить в стране, у которой есть сильный президент. Президент в том числе выделил президентские гранты. Они так и называются, президентские гранты, наиболее способным молодым ученым. В аэропорту Шереметьево-2 один из ученых, 23-летний, назовем его просто господином Журавлевым или товарищем Журавлевым, если кого-то коробит слово господин, покидал родину в слезах. Я заметил толпу людей, провожающих, как выяснилось потом, своего коллегу и товарища, господину, назовем его так, Савельеву, или господину Журавлеву, назовем его так, чтобы не повредить его карьере, 22 года он получил президентский грант. Видно, было за что получать, потому что по ниже изложенной истории вы поймете, что господин Журавлев или Савельев, как угодно, один из самых способных молодых ученых России. Каких миллионы! И если у кого-то из них возникло предположение, что на родине они на никому не нужны, они будут также устраивать прощальные сцены, которые даже мне увлажнили глаза в Шереметьево-2, подобные той, что я наблюдал вчера. Я не приминул подойти к этой толпе и спросить, в чем дело, что произошло с этим молодым парнем, который решил покинуть родину. Покинуть родину не очень верное выражение. Он получил от Владимира Путина грант в 600 тысяч рублей. Он выиграл международный грант на 600 тысяч долларов. Но видно, если он получает гранты и выигрывает международные конкурсы, в этом парне что-то есть. Президентский грант до господина, как бы его там ни звали, не дошел. Ему 23 года, у него вся жизнь впереди. Когда, будучи изведенным нищей жизнью, невозможностью притворить свои таланты в жизнь, на практике, он плюнул на все. И глядя на своих родителей, я их не видел и не хочу вышибать из вас слезу, но знаю, что один из родителей инвалид, а мама не работает. То есть кормил их один сын. И когда он изведен этой жизнью до невозможностей, долго принимая решение, как мне он сказал целых три года, решил уехать из страны, он опубликовал в интернете маленькое послание не буржуазным силам, а просто вопль в пространство. Я больше так не могу. Откликнулись 25 только американских университетов. Выписали парню чек на огромную сумму, и мы потеряли одного парня. Это просто будничная сцена. Говорят, что более сотни молодых ученых обратились с открытым письмом президенту, сообщив, что почти год им не могут выплатить обещанные по грантам деньги между президентом и выплатой грантов всегда находятся кривоногие у***ки. Подозреваю, что много среди них тех, кто слушал это послание федеральному собранию. Где как раз одним из пунктов значится лелеять свои таланты, потому что в Сколково некому будет работать, потому что Япония купит за любые деньги парня Савельева, Кушанашвили, одного из моих сыновей, или Америка, или Австралия, или Бельгия. Наши парни и девушки разъезжаются по белу свету. Каково? Стыдно. Одно из примет прошедшего года, уходящего года, по Фрейду оговорился прошедшего, этот год выдался для меня тяжелым. Стянать по поводу того, какой это был год, это не мужское дело, это не мужская епархия, это не мой вид спорта, это не моя весовая категория. Если год получился плохим, вину на себя беру я. Но что было делать тем дальнобойщикам, которые застряли на трассе М-10, если я правильно помню? Я помню даже по бытовой мелочи, мама Ильи Ковальчука, хоккеиста, который прославил всю нашу родину, о котором я говорил в одном из выпусков, каково, не могла приехать ни на одном из видов транспорта в Москву. Что было делать тем дальнобойщикам? Объявился отдельный род людей, которых зовут волонтерами. Эти люди приносили водителям воду, еду, сигареты. Вот один из итогов уходящего года, как сказали бы вы, бренд, это появление большого количества людей, можно назвать легионом. Сначала это была маленькая рота, помните Крымск, чудовищный Крымск, чуть не похоронивший наши надежды, что мы единый народ. Там люди от 15 лет до 70 помогали им в появлении этого большого сообщества людей, которые готовы броситься на выручку тем, кто попал в беду. Волонтерство стало модным. Перевода этого слова не знает никто. Не знает даже, по-моему, сам тот, кто волонтер. Потому что ты помогаешь, потому что у тебя есть вот здесь тот клапан, который прикрепляется к сердцу, который сопряжен с сердцем. Если у тебя есть сердце, ты спешишь на выручку. Таких людей оказывается много. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не безнадежны, как народ, как общность. Не знаю, говорил ли я об этом, я еще должен простудировать эту речь Владимир Путин по федеральному собранию. Было ли это в послании? Но противостояние простого человека, малюсенького, против большой махины, которая внушает нам, что мы никто. Что соломинка поодиночке, ну, может быть, в этом и есть правда. Но ты же не сломаешь много тысяч соломинок. Эти люди, которым приходят на помощь, не всегда, правда, правильно откликаются на помощь со стороны. Потому что всегда в таких коллизиях возникают темные личности, способные украсть последнего ребенка, которому привезли после трагедии плюшевого лимишку или 15 тысяч рублей на прокорм семьи. Не важен размер идущего от сердца желания помочь. Важно само желание помочь. Если кто-то из вас за новогодним столом вспомнит эти мои слова, этот выпуск программы каково, я хотел бы, чтобы в будущем году мы этой теме посвящали много-много выпусков. Ну, пусть не все программы и пусть не целиком программы, но какую-то рубрику. Я хотел бы очень познакомиться с одним из таких людей. Что и медвежит этими людьми. Ведь сейчас, как говорят, эпоха разброда, эпоха шатаний. И это время называется сумеречным, исходя из того состояния, которое характеризует легионеров, играющих за российские клубы. Называется сумеречное психическое долб***ческое состояние. Но, оказывается, не такие уж мы и плохие. Я бы очень хотел, чтобы волонтеров становилось все больше. Про небезнадежность общества. Я специально для вас вырезал из журнала, причем не нашинского журнала. Ну, теперь всякий, кто общается с Западом и куда уезжает, не нужно никому. И, возможно, будущий Нобелевский лауреат. Теперь всякая ссылка на Запад причисляет тебя к агентам. Но надеюсь, что Владимир Владимирович Путин программу каково любит и не обидится на меня за ссылку на исследования американцев. Они провели исследование. Количество людей, которых устраивает их жизнь, в Российской Федерации велико как никогда. 40 процентов. Глядя на продюсера и режиссера программы каково Бертолучи, на его унылую постылую рожу, наверное, подумаешь, что он не участвовал в опросе. Или если бы он участвовал, в момент, когда бы он отключал на вопросы этой анкеты, там нужно было бы в углу кадра ставить 98+. Но все остальные, включая алкоголика Пашу и звуковика, и все, кто работает в этой студии, а здесь вы не видите человек 97, согласно пометке в углу кадра, все они более-менее довольны. Не очень хочется, чтобы меня... Еб***ь, извините, 98+, Зюганов. Когда ты летишь в Арабские Эмираты первым классом? Витас, а ты что думал, что я эконом-классом летаю? Тебе. Когда я летаю в Арабские Эмираты, я не могу найти без помощи стюардов и Интерпола свое место, которое куплено на бюджет шести клипов группы «Блестящие». И один из моих товарищей, этого товарища зовут Марат Сафин, сказал «Путин им не нравится, мест нет в первом классе, Путин им не нравится, болотные п***и». Так вот, людям, которые ответили американцам, что им нравится, может быть, двигало чувство квасного патриотизма. Из какой вы страны? Из Америки? Я, с***, мне нравится моя страна. Может быть, такой был мотив. Но дальше. Еще год назад этих людей было всего 25%. А кто же недоволен? Этот пункт может быть более сермяжный, и в нем большая правда. Недовольных сейчас 19%, а год назад их было 27%. Это американцы. Это не попа тети Зои, контора из Калуги, которую дали 35 ларий. Там же не покупишь людей. Значит, количество недовольных уменьшается. Вы скажете, что любые цифры условности. Может быть. Может быть, после этих цифр пробиение сфер говорить не приходится. Но мы должны исходить из того, что теперь у вас есть хотя бы программа каково. И в ней жизнерадостная харя ведущего. Значит, в жизни не все так худо. Значит, в жизни есть нечто, что людей устраивает. Они не хотят войны, не хотят революции. Они хотят эволюции постепенной. Может быть, и об этом. Это сквозная моя тема. Владимир Путин и говорил федеральному собранию. Правда, рожи, которые я видел в зале, якобы внимавшие ему, наводят на мысль о том, что посадки еще будут. Наталья Водянова назвала Марка Цукерберга ч**ом. Наталья Водянова прославила нашу страну тем, что она модель, что она женила на себе лорда, потом раскатала и треснула его за все. Теперь лорд умоляет ее оставить хотя бы 600 долларов, чтобы до Трафальгарска его мамин маму площади дойти. Но лорд не знал, что он будет... В общем, лорд, который женился якобы на простецкой русской девушке, теперь делает то, что в уикенды, как говорят, с особой интенсивностью делает отношения разных людей Сергея Зверева. Мужского пола. Наталья Водянова назвала его ч**ом. Я прислушался к речи Натальи Водяновой, потому что Марк Цукерберг, которого настоящая фамилия Цукерберг-Аришвили, он, конечно, оскорбился. Надо ему объяснить, кто такая Водянова. Он, наверное, закрыл офис Фейсбука. Это человек, который изобрел Фейсбук, для знающих людей, говорю. Денег у него чуть-чуть побольше, чем у Авраама Руссо. Ну, чуть-чуть там на 16 миллиардов, чуть-чуть побольше. Я думаю, что он теперь очень переживает из-за наезда Натальи Водяновой. Но дело в другом. Она назвала его ч**ом, потому что, когда он приехал в Москву, первым делом он пошел в Макдоналдс. Чего-то пацану захотелось жрать. Он был в кроссовках похож на бомжа, который около Павелецкого вокзала украли у меня. Бутафорский телефон, я был на съемках, думали, что настоящий. Когда Наташу спросили, почему такая ожесточенная против Макдоналдса и Цукерберга политика, она говорит, если мои дети пойдут в Макдоналдс хотя бы раз в жизни, я отрекусь от них. Я на радио Комсомольской аппарат записал колонку. Я очень не люблю слишком моральных людей. Если мой сын раз в месяц просит меня про картошку фри, вот кем я должен быть, чтобы отказать ему картошку фри? Я знаю, что эта пища вредна. Ну, с точки зрения Константина Дзю, боксера. Более про Дзю ни слова, потому что удар, говорят, у него остался прежним. Очень уважаю Константина Дзю, на всякий случай. Ну, конечно, это фастфуд никогда не делал с людьми ничего хорошего. Стоит только взглянуть на футболистов Масусового Спартака, чтобы понять наглядную представитель иллюстрацию. Но она же вкусная. Занимайтесь собой. Не надо судить людей, потому что они с утра в Москве, в столице великого государства, пошли не на царь пушку смотреть. Пацану хотелось жрать. Он пошел есть вкусную свою еду. Ведь если бы я приехал в Воронеж, и вдруг на глазами попался в грузинский ресторан, я бы хряпнул. Раз. Я бы хотя бы боря два. Хенькали три. Ну и девушке 40 долларов в час. Кем нужно быть, чтобы таким моральным ригористом? А Наталье Водяновой надо перестать сниматься в кино, потому что она не умеет этого делать. Фильм «Влюбленные», посмотрите. И когда еще нету развода, не надо заводить Романа на стороне. Потому что если ты кого-то называешь аморальным ч**ом, сначала подойди к зеркалу. При всем при этом я хорошо понимаю, что Наташа Водянова, организовав фонд «Обнаженные сердца», делает много хорошего. Но ничего плохого в том, чтобы иногда мы поели гамбургер, нет, ничего в этом плохого. Это не самая главная проблема. Ушел большой человек Галина Вишневская. Историю про Галину Вишневскую я могу рассказывать долго. Однажды в самолете она мне устроила взбучку. Я был пьян, вел себя соответствующим образом. И были мы тогда, по-моему, с группой «Ляпи» Струбецкой. Я ем города, морями запиваю моя борода. Небо заслоняет громы, молнии, туманы и дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В левой руке Сникерс, в правой руке Маркс. Мой пиар-менеджер, Кармаркс. Где «Ляпи» Струбецкой, там и разложение человека, деградация и попадание в зоопарк имени Лужкова. Но она была в самолете, сделала замечание. Она сказала мне, вы не грузин, Атар. Грузин – это Зураб Суткилава. Это была очень строгих правил женщина. Это была жена выдающегося музыканта, его муза. Галина Вишневская, украшение нашей культуры, жемчужина ее. Она ушла. Но не будем, исходя из ее кончины, говорить, какой был тяжелый год. 87 лет – достойная, блестящая, шикарная жизнь, прожитая так, что нет ни одной зацепки. Начиная с советского времен, когда они с мужем, два музыканта противостояли целой системе, заканчивая этими днями, когда она дала путевку в жизнь теме людей. И теперь, когда ее призвали небеса, мы можем сказать тем больше убежденностью, что Галине Вишневской точно уготованы в раю спецместа. Она будет рядом с мужем, Стиславом Ростроповичем. А мы остаемся здесь, помнить их и пытаться им соответствовать. Когда такие большие люди уходят, заключение нашей программы становится тем более логичным. Память о них сделает так, чтобы наша поговорка в конце программы сбылась с еще большей красотой. Как потемнело, так и посветлеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова